Добрый вечер! Сегодня 3 февраля, а вот уже и февраль прошел незаметно месяц, январь, очень холодный месяц. Мы сегодня в прямом эфире вместе с Ириной Константиновной Новоселовой, заместителем директора по организации УМС Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края, будем обсуждать изменения, которые произошли как раз в сфере обязательного медицинского страхования. Тема на самом деле очень важная, потому что, видимо, шквал-то звонков был связан с тем, что люди сейчас активно болели в январе, холодно было. Вот в редакцию прямо вот просто куча писем. Поступает обращение. В поликлинике потребовали немедленно поменять полис УМС, выданный в 2011 году на полис нового образца. Законно ли это? Сразу скажу, что это незаконно, потому что полисы обязательного медицинского страхования, которые выданы были до 1 января 2011 года, они действующими являются до замены их на универсальную электронную карту или на полис нового образца без отметки о продлении срока действия. И без ограничения срока действия полиса. Да, это абсолютно не важно. И на сайте фонда www.pofoms.ru или pkfoms.ru можно проверить на страничке обратная связь действия полиса хоть старого образца, хоть нового образца, хоть временное свидетельство, которое сейчас выдается до того, как будет изготовлен полис нового образца, потому что он изготавливается на фабрике Газнак со всеми степенями защиты, как и денежные средства, как и листок нетрудоспособности. Это долго, это не сию секунду делается. Да, поэтому и точно так же универсальную электронную карту можно проверить, действующим является этот документ у вас или нет. Ну, я понимаю беспокойство людей, потому что они говорят, ну, наверное, и правильно требуют, поскольку у меня написано действует там до января 2013 года. Мы пытаемся объяснить, что это теперь не имеет значения, но у людей есть сомнения, они же говорят, что мне же в регистратуре сказали. А что за рвение такой у регистратора, чтобы люди меняли? Ну, это не правомерное действие, конечно, поликлиник. Скорее всего, это связано с тем, что сотрудники часто в регистратуре меняются и не знают своих обязанностей, не знают этих прав. Ну и кроме того, страховые медицинские организации часто предоставляют такую информацию, ну, для того, чтобы поле свое расширить, страховое. Потому что от этого зависит финансирование страховой медицинской организации. Ну, то есть, чтобы вот этот сегмент расширить влияние своей страховой компании. Значит, неправомерно. Единственный ответ. Да, единственный. Дальше. Вопрос от телезрителя. Получил универсальную электронную карту, о которой вы только что сказали, которая, по идее, должна заменить и поле СМС, и СНИЛС. И когда в поликлинике эту карту предъявил в регистратуре, на него посмотрели, как на инопланетянина. Просто цитата. Как это может быть, чтобы в муниципальном учреждении о таких нововведениях ничего не слышали? Универсальные электронные карты выдаются с 1 января 2013 года на территории Пермского края в качестве пилота. И этот пилот продолжается и в этом году. На сегодняшний день уже с заявлениями о выдаче универсальной электронной карты обратилось 1892 жителя Прикамья. Ну, в общем, конечно, не шквал, скажем, обращений. Да. И в составе УЭКа, универсальной электронной карты, это общепринятая аббревиатура, есть данные о полисе обязательного медицинского страхования. На самой карте есть 16-значный номер этого полиса обязательного медицинского страхования. И есть чип, на котором также в электронном виде есть эта информация. Во все медицинские организации Минздравом края поставлены, закуплены и поставлены картридеры для считывания информации с этой чип-карты. И кроме того, еще раз говорю, можно на сайте фонда посмотреть о действии этой универсальной электронной карты. То есть эти сведения о страховании также медицинская организация имеет доступ к этим сведениям о страховании. Вероятно, просто сидит человек, который не очень знает, как этим пользоваться. Фонд направлял информационные письма в медицинские организации о неправомерности отказа, если человек приходит с универсальной электронной картой, разъяснял, где можно эту информацию получить. Поэтому, опять же, это исключительно связано с тем, что медицинский работник плохо знает нормативную базу, к сожалению. Ну, хорошо, а что можно посоветовать такому человеку? Вот он выстоял очередь, заказал себе вот эту прекрасную карту и в результате не смог попасть на прием к врачу. Ну, проще всего, конечно, взять, так как у всех есть на сегодняшний день мобильные телефоны, и позвонить по номеру телефона страховой медицинской организации. Только надо, конечно, его знать. На универсальной электронной карте его не написано, на бумажном варианте. На бумажном носителе он есть. Да, есть. Позвонить в свою страховую медицинскую организацию. Это телефон, который на бумажном полисе написан, телефон отдела защиты прав. И они сразу же проконсультируют, в том числе и специалиста медицинской организации. Который не очень-то разобрался. Да, да, да. Как поступить, надо или не надо отказывать. Имеет право отказать или не имеет. Не имеет, конечно, право отказать в медицинской помощи. Если будет отказ по этому поводу, то к медицинской организации страховая компания может применить финансовые санкции, наказать. За ограничение доступности медицинской помощи, за отказ медицинской помощи. Дальше идем. На Куйбышево поликлинике номер 4. Режим работы забора крови с 8 до 9.30. Мы приехали к 8.00. Очереди такие огромные, что большинство не успевает сдать кровь, простояв искомые 2 часа. Вопрос, можно ли, чтобы поликлиника добавила либо лаборантов, чтобы сократились очереди, продлили время забора крови. Сами живем на моторостроителе в Свердловском районе. Конечно, тут все зависит от руководителя медицинской организации. То есть организация медицинской помощи – это компетенция руководителя этого лечебного учреждения. И если есть необходимость, такая потребность, то может быть продлено и время забора этих анализов. Может быть и привлечен дополнительный специалист. То есть это решает руководитель медицинской организации. Ирина Константиновна, понятно, что вот решает. Но вот как у нас обычно люди постояли, повозмущались, написали письмо в редакцию СМИ, но не сходили ни к главврачу, не написали, например, какое-то заявление, не позвонили в свою страховую, а просто вот что называется крик души. Если в экстренном порядке нужно забрать кровь, на анализе пишется цито, то есть это срочно по латыни, и здесь вообще не имеют права отказать в заборе эти крови. Если это в плановом порядке, то может быть организована плановая запись. И в соответствии с территориальной программой госгарантии бесплатного оказания медицинской помощи в течение 14 дней обязаны эту кровь забрать. Ну или другой анализ, который необходим. Вот если этого нарушено, это право, то тоже за ограничение доступности страховая компания может применить санкции, но легче всего и лучше всего сразу же обратиться в страховую компанию. У нас есть 73 представителя страховых непосредственно медицинских организаций, которые могут решить этот вопрос до жалобы, решить тут же на месте, обратиться к заведующему отделением, к заместителю главного врача по лечебной работе, к главному врачу, то есть в зависимости от того, как эта работа организована медицинской организацией. И решить этот вопрос. Поэтому надо, конечно, знать свои права и активно ими пользоваться. Это вовсе не значит, что ты скандалист или что ты жалуешься, а просто у тебя есть права и есть представитель законный, который твои права помогает тебе соблюсти. Конечно, конечно. Надо обязательно пользоваться своими правами. Это не значит, что скандалить. В спокойном режиме обратиться. И в любом случае надо сразу обращаться в страховую компанию. Потому что, к сожалению, наши граждане, хотя столько много информации по защите прав, о самих правах, но они знают, каким образом поступать. И когда необходимо особенно срочно какая-то медицинская помощь, какое-то срочное вмешательство, начинают писать в прокуратуру, в другие органы, уполномоченному по правам человека. Ну, в общем, если вы нам не ответите, мы напишем в спорт лото, это называется. В итоге, в соответствии с 59-м федеральным законом, о порядке рассмотрения обращений граждан, в течение 7 дней направляется по компетенции. Пока дойдет, а в итоге доходит до страховой компании, это обращение, это жалоба, пройдет очень много времени. А страховая компания, она может и очную экспертизу провести, качество. То есть в момент, когда помощь оказывается, она может и пригласить эксперта, качество медицинской помощи, если вы сомневаетесь в том, хорошо или плохо вам оказывается медицинская помощь. Поэтому обязательно нужно пользоваться этим механизмом. То есть, вот вообще вот такой алгоритм. Если вы считаете, что ваши права нарушаются, что вам не оказывается вовремя медицинская помощь, что вас отфутболивают, обязательно нужно знать телефон вашей страховой компании, к которой вы прикреплены, и обязательно туда звонить, проконсультироваться. Это не значит, что там непременно сделать так, как вам надо. Сделать так, как по правилам, как правильно. Правильно я поняла? Да, да. У нас за прошлый год было 863 тысячи обращений застрахованных лиц. То есть практически каждый третий пермяк обратился в страховую компанию. Из этих обращений только 465 было жалоб. Причем из них только 250 были обоснованы. То есть это 54%. А все остальное – это обращение о том же выдаче полиса, о замене полиса, о переоформлении полиса и о консультации. Консультации, как раз направленные на страховые компании, так работают, чтобы решить эти проблемы именно до появления жалоб. То есть устранить те причины, которые могут вызвать появление жалоб. То есть если возможно, сразу же взаимодействие с медицинской организацией, эти проблемы решаются. Ирина Константиновна, вот смотрите, коль скоро уж мы говорим о том, что страховая компания стоит на страже прав застрахованного, но вот если человек считает, что его страховая работает, ну скажем так, не очень хорошо с его точки зрения, и он бы хотел ее поменять, каким образом это можно сделать? Ну я кратенько используя нашу аудиторию, такую широкую, скажу, что в соответствии с федеральным законом об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации у каждого застрахованного есть 10 прав в системе ОМС. Право на получение бесплатной медицинской помощи в рамках территориальной программы в медицинских организациях, которые работают в системе ОМС. Право на выбор страховой компании, право на замену страховой компании, на выбор медицинской организации, выбор врача, на защиту своих конфиденциальных данных в системе ОМС, на получение информации в сфере ОМС, на возмещение ущерба, причиненного действием или бездействием страховой компании, медицинской организации, и на защиту прав и законных интересов в сфере ОМС. То есть вы услышали, что есть право на замену страховой компании. Реализуется оно не чаще одного раза в год, за исключением случаев изменения места жительства или прекращение договора с страховой компанией, которая работает на территории. В этих случаях без ограничения срока. То есть не может и два раза в год, и три, если меняется место жительства, но по новому месту жительства нет страховой компании. Выбирается страховая компания. Сейчас заявительный принцип. То есть каждый гражданин с 2011 года может написать заявление в любую страховую компанию о замене страховой компании. И даже если новый полис получен, новый полис, он один на всю оставшуюся жизнь. Единый номер, если не меняется персональные данные, именно фамилия, имя, отчество, пол рождения, дата рождения. Все остальное, единый номер, и он на всю оставшуюся жизнь. Только на обратной стороне делается отметка другой страховой компании. Штамп ставится, какая страховая компания, с какого числа, и адрес ее, и телефон на обратной стороне полиса. И 10 раз можно с одним и тем же бланком. И выдается новый полис. Ирина Константиновна, а вот при смене страховой компании, предыдущую, я должна как-то уведомлять? Или это такой порядок застраховалась в новой, и все та уже... Да, все в интерактивном режиме. Региональный сегмент единого регистра застрахованных ведется в облачных технологиях. То есть все обращаются страховые компании. На сегодняшний день их 7 на территории Пермского края работает. К одной и той же базе данных застрахованных. И автоматически, как только написал человек заявление о замене страховой компании, он, полис, который прикреплен данные о страховании к одной, переходит к другой страховой компании. Просто вот в той страховой компании он уже не числится. Не числится, и та страховая компания не получает финансирование на оплату медицинской помощи. Ирина Константиновна, дальше пошли по вопросам. Приехала из Краснодарского края помочь дочери с близнецами. Планирую тут пробыть полгода. Нужно ли мне где-то отмечать свой полис или менять его? Примут ли меня в поликлинике по месту временного проживания? Бесплатно, по-моему, ОМС. Наталья Петровна Черемных задает такой вопрос. Продолжение следует...